В октябре в Казанском федеральном университете стартовало 9-месячное обучение желающих повысить квалификацию и получить новую профессию в сфере информационных технологий. На сегодняшний день реализуются 5 программ. Две из них для студентов, которые обучаются уже на этих направлениях, и три программы связаны для тех, кто вообще ничего не знает еще про программирование. Причем, когда мы проектировали образовательные программы, мы разделили целевую аудиторию Казанского университета на несколько фрагментов. Так, например, программа цифровой промышленный дизайн ориентирована на гуманитарный профиль. По словам директора Института передовых образовательных технологий КФУ, на цифровых кафедрах реализуются 5 программ. Две программы – интеллектуальные транспортные системы и основы разработки платформ управления данными. Они предназначены для студентов IT-направлений. Единственное, что нужно отметить, что пройдя уже первый этап, первый год пилотирования этого проекта, мы четко осознали, что не все студенты правильно смогли распределить свои силы. Для некоторых из них крайне сложно обучаться, а тем более обучаться на программах с применением электронного обучения и дистанционных технологий, потому что требуется крайне высокий уровень самоорганизации. Во втором семестре на цифровых кафедрах новой компетенции будут осваивать 2097 студентов КФУ. Обучение предусматривает не только контроль результатов после изучения отдельных модулей, но и внешнюю оценку формируемых компетенций. Все обучающиеся, успешно освоившие программы сдадут демонстрационный экзамен в форме группового проекта. По результатам обучения студенты получат диплом о профессиональной подготовке с присвоением квалификации программист-специалист по информационным ресурсам. Амир Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюс.